Автобусные остановки приходят в упадок в прямом смысле слова. Эта проблема волнует не только пассажиров. Зачастую сами водители не могут высадить людей, потому что к остановочной площадке невозможно подъехать. Ее попросту не существует. Вот как например на остановке Хабаровская на Малой Земле. Работаю уже до 38 маршруте 2 года. До этого 3 года работал на 33 маршруте. Сколько я работаю на этих маршрутах, вот остановка Хабаровская и остановки АЗС, они по-моему бесхозные. Никому они не надо, никто ими не заведует. Все вот как ямы на них есть, все. Пассажирам негде, даже негде встать. Порой, чтобы не обрызгать пассажиров водой из лужи или чтобы им элементарно было куда выйти, водителям приходится останавливаться, не доезжая до остановки. В результате чего зачастую образуются автомобильные пробки. Выходить из автобуса приходится выпрыгивать в лужу. И такое бывает не первый раз. Я вот сколько уезжаю с этой остановки здесь постоянно. Вся дорога размолочена. Вот они, посмотрите. Люди выходят, все возмущаются. И старые люди особенно. Как спуститься с автобуса и пойти вот в такую лужу, в такую грязь. А это уже другой район города. И здесь наблюдается совсем другая проблема. Воды нет. И остановок в общем тоже нет. Остановка Кичидина, что находится на улице Терешкова, имеет весьма необычный дизайн. Здесь нет ни остановочного павильона, ни скамеек, ни даже дорожного знака. И в дождь, и в зной ожидать транспорта приходится примерно так. Исчезать остановочные павильоны начали почти сразу после введения запрета на продажу алкогольной продукции в торговых ларьках. Ярким примером служит остановка Колос около филармонии. Предприниматели сворачивали бизнес и бросали некогда купленные квадратные метры на произвол судьбы. В результате такие торговые точки превращались в общественные туалеты или свалки. В связи с чем и были снесены городской администрацией. На сегодняшний день этот бизнес изживает себя. Многие предприниматели бросают эти остановки. В данном случае аналогичная ситуация произошла и на остановке Кичидина по улице Терешковой, и на остановке Колос по улице Маршала Жукова. На сегодняшний день у нас объявляются конкурсы, и данные остановки, я думаю, будут до 1 сентября где-то установлены. Иван Берг, Константин Воробьев. Наше время.